От места отдыха для автотуристов, для автопутешественников. Видно притомились, немножко остановились отдохнуть. Туалет, кафе, АЗС. Ну и продолжаем движение в сторону Москвы. Трасса М4 Дон. Двигаемся от Липецка в сторону Москвы. Движение более интенсивное, достаточно интенсивное. И легковые машинки, и грозовые, фуры, большие грозы, дальнобойщики. Кстати, дальнобойщики. Откуда произошло такое название? Ведь это жаргон военной, артиллеристы, дальнобойная артиллерия. Ну, большие грозы понятно, фуры тоже понятно. Откуда взялись дальнобойщики, название я не знаю. Я дам небольшую информацию, расскажу вам такую историю, скажем. Когда появилось название дальнобойщики, не скажу, не знаю. Вот раньше ведь было, раньше были, ну, сейчас не назову конкретно год, были междугородники. Водители междугородники и водители международники. Междугородники совершали поездки по территории Советского Союза между городами. Пользовались невероятным уважением в гаражах у механиков, у слесарей, у водителей. И когда они появлялись в гараже, молодежь просто с них глаз не сводила, вызывала восхищение. Был еще одна категория, это международники, ну, это была вообще элита, это были боги на земле. Таким почтением и восторгом их встречали молодые ребята, но это трудно передать, трудно об этом рассказать. Это была основная категория водителей, основная категория людей. Но была еще одна категория водителей, об этом мало кто знает, об этом не писали, не говорили. Это были поливальщики. Кто такие поливальщики? Это не те, кто по городу поливал водой дороги. Нет. Это производные от слова поле. Их также называли еще поливные. Это была особая каста, особая категория людей. И она очень сильно отличалась от междугородников и от международников. В чем было отличие и чем они занимались, поливные поливальщики? Они не возили промышленные грузы, они возили только сельскохозяйственную продукцию с Кавказа, из республик Средней Азии. Система экономическая была очень неповоротливая. Поэтому если все это оформлять бюрократическими путями, дорогами, то скоро портящиеся продукты, такие как помидоры, виноград, все эти вещи, все эта продукция, она просто приходила в негодность. Поэтому в государственной перевозке, скажем, наверное так, они грузили зеленые помидоры, неспелый виноград. В надежде на то, что пока привезут, он созреет, дойдет. У поливных была другая методика. Они вели уже почти спелые помидоры. Помидоры, потом дыни, арбузы. И у них стояла задача как можно быстрее довезти. По дороге их ожидали вот эти гаишники, которые обдирали как березку. Была шпана дорожная, которая тоже пользовалась этим. Поэтому они были вынуждены пробивать объездные дороги в объезд постов ГАИ по сельским дорогам. Иной раз просто по полю. Всю эту информацию они держали в голове. У них не было ни карт, ни навигаторов, ни другой аппаратуры, которая могла бы чем-то помочь и облегчить им путь. Если междугородники и международники были, скажем так, под защитой государства и они двигались по трассам государственного значения, и в случае какой-то беды, проблемы, они могли рассчитывать, что попутчики там передадут, к ним приедет техпомощь, будет оказана какая-то поддержка, то у поливных такой возможности не было. Они могли рассчитывать только на себя, только на свои силы, на свои знания, на свой опыт. Потому что в поле, в степи, в лесу помощи быть, ждать было не от кого. Отличались автомобили поливных тем, что у них были наращены борта. Если у обычного автомобиля, он там сколько было, по-моему около метра высотой борт, то у поливающих, у поливных, были только, были наращены до двух, до двух с половиной метров. Но они сразу выделялись на дороге. И все знали, ну как все, многие знали, но не многие, а определенная категория людей знала, что это такое. Я говорю, что им приходилось надеяться, рассчитывать только на себя. У них не было ни кафе по дороге, ни стоянок таких, где можно было бы остановиться, отдохнуть. Поэтому все продукты, там были примусы, были такие горелки, которые, при помощи которых готовили себе еду. На них, говорю, охотились и гаишники. Ну как они охотились? Они ничего не могли с ними поделать. Единственное, что они могли это задерживать на день, там может быть на два автомобиль. Ну а за это время простое, скоропортящиеся продукты приходили в негодность, и водитель просто был вынужден давать взятки, оплачивать все это. И по сути, совершив дальнюю поездку, ну, к примеру, там из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вот они, по сути, были ободраны как липко. Гаишники четко знали, что никуда они не денутся. Да, вот остановили машину для проверки, для выяснения. Вот стоит день, стоит два, и все, машина, кузов потек. Кроме того, у поливных, поскольку у них не было заправок, скажем так, когда они объезжали вот эти посты, населенные пункты, чтобы не попасть. Они и не заезжали в города. Объезжали и города, и небольшие населенные пункты. Надеяться на заправочные станции тоже не приходилось. Поэтому они варили дополнительные баки на 300-400 литров. И вот это было отличительной особенностью. Два огромных топливных бака. Ну, по первоначалу были бензин. Бензин был дешевле воды. Ну, а впоследствии, когда появились мазы, тогда уже стали делать баки для солярки. Сколько их не вернулось из рейсов, один бог знает. Потому что их ловили шпана и бандиты на проселочных дорогах. Многие возили поливные с собой. Ну, уже на крайний случай, как говорится, чеку выдернул уже. Вот такие были отчаянные ребята. Это были специалисты. Это были профессионалы высшей пробы. Они досконально знали и матчасть, и дорогу все держали в голове, где свернуть, где объехать. Потому что я говорю, ни карт, ни какой-то другой информации тогда в те времена не было. Ни радиостанции, ничего не было. И вот они, вот такие вот варяги, отправляясь в поездку, не знали вернуться или нет. Сейчас этих водителей уже нет на трассе. Ну, года, по 70 лет, наверное. Конечно, дороги тогда были не такие, как сейчас. Но сравнить с объездными дорогами, конечно, ни в какое сравнение не шло. Естественно, и грузоподъемность у них была не такая, как сейчас. Сейчас он 20-40 тонн. Это никого не удивишь этим. Но они грузили 7-10 тонн. Но по тем временам это тоже было очень приличный груз. И в памяти, говорю, остаются такие люди. Ну, ушла эпоха, ушло поколение этих людей. Их сейчас на трассе уже не встретишь. Ну, дальнобойщики, большие грузы. Категория тоже делится на несколько, наверное, подкатегорий или групп. Что такое дальнобойщик? Дальнее расстояние это сколько? Тысяча, две, три, пять километров. Основная группа дальнобойщиков, ну, это расстояние там тысяча, полторы тысячи километров. Ну, может быть, две. Не очень большая, но на расстоянии там пять. Может быть, шесть тысяч километров, семь. Ну, а те, кто совершает дальние поездки свыше 7 тысяч километров. Ну, таких немного. Таких немного. И тащат, говорю, они не 10 тонн. Там 20, 30, 40. Как-то подзаработать, конечно. Они вынуждены брать перегруз. Потому что расценки, цены, конечно. И условия у них очень жесткие. Потому что условия им создают не профессионалы водители, а менеджеры, которые дальше офиса, наверное, не выходили. Жесткий график. Опоздал. Плати штраф. Поехал не тем маршрутом. Плати штраф. Конечно, сейчас автомобили оснащены радиостанциями, мобильной связью, навигаторами. В общем, максимально облегчили условия работы. Ну, вот такой небольшой экскурс в историю. Трасса Дон. М4. Маршрут. Липецк. Москва. Значит, серии будут у меня немного покороче. Это объясняется тем, что очень долго обрабатывается часовой ролик. Потому что частота кадров во время съемки 60 кадров. Не 30, как обычно. И этим вызвано то, что... Ну, решил сократить серии. Стараюсь как можно быстрее хотя бы частями это видео разместить. Ну, для тех, кто собирается, например, в августе поехать на юг. Ну, вот хотя бы иметь какое-то представление, иметь какую-то информацию о трассе. Я после того, как размещу видео Липецк-Москва, сделаю тоже небольшую серию. Одну, наверное, серию. Москва-Липецк на этом участке. Но съемка будет представлена в темное время. То есть на закате, уже когда сумерки опустились. Ну и в темное время, когда уже совсем никакой свет фар. То есть просто интересно, наверное, будет вам посмотреть, как смотрится разметка. Как смотрится дорога при движении в ночное время. Потому что, как я понимаю, многие двигаются на юг. Не считаясь со временем, стараются как можно быстрее приехать. И вот поэтому для информации о состоянии дорожного полотна. И вот хотя бы на участке от Москвы до Липецка. Чтобы иметь какое-то представление, что ли. Информации очень много в ютубе о трассе М4Дон. Но она не полная, скажем так. Есть, наверное, ролики и полные. Но там фрагментами. Потому что снимать на самом деле это утомительно. Во всех отношениях. Когда человек двигается на юг отдохнуть. У него стоит одна задача. Как можно быстрее доехать. У меня же задача показать состояние дороги. Как можно ускорено в два раза видео. Видно, как работает компенсация вибрации. То есть я включил функцию компенсации вибрации. Колебания, тряски. Вот это хорошо видно по капоту. Который в нижней части. Ну и дрожание. Частота кадров 60 кадров в секунду. На Окиноре у меня была частота 30 кадров в секунду. Но здесь, если и заметно, скажем так, тряска или какая-то вибрация. То она незначительная. И на мой взгляд практически незаметно. Можно вообще-то настроить снимать с частотой 120 кадров в секунду. Но тогда никакой памяти не хватит. Это, я не знаю потянет или нет. С джекаму вот эту 200... 256 гигабайт. Рисковать не буду. Все-таки карта не дешевая. А брать сразу с собой 4 карты на 128 гигабайт. Но это тоже не дешевое удовольствие. Может быть как-нибудь проезжая особо живописные места. Например, на Урале. В Восточной Сибири. Или... Ну может быть в Карелии. Вот. То есть живописные места, конечно, постараюсь снимать. С очень высокой... С высоким качеством. С... Большим разрешением. Но говорю... Такая съемка... Потребляет очень большой объем... Карты памяти. Картинка достаточно живописная. Облака очень красиво, на мой взгляд, смотрятся. Деревья с левой стороны на противоположном поле. С левой стороны сельскохозяйственное. По звуку слышно, как трясет немножко. Ну... Может резина жесткая на автомобиле. Не знаю. Движение от пункта оплаты до пункта оплаты. Не успеваешь заплатить, как снова плати. Кстати, перед платными... Перед пунктами оплаты... Есть вот знаки стоят. Объезд платного участка. То есть можно объезжать платный участок по бесплатной дороге. Это я называю государева дорога. Государственная... Ну... Государева... Президента я называю государь. Потому что слово президент для меня... Я не знаю, что это такое. С чем аналогии проводить. Президент это не наше слово. Наше слово государь. Поэтому... Поэтому... Государственная дума. Поэтому... Государство. Тогда все логично, все правильно. А когда начинается президент, мэр, государь... Государство... Это какой-то набор надерганный из разных... Словарей. Ну... Здесь вот что мне нравится на трассе Дон. Достаточно много вот этих... Таких... Закутков. Ну... Не закутков, а вот... Место для стоянки. Там и эстакада. Можно заехать на эстакаду. Посмотреть, проверить... Ходовую часть днища автомобиля. Там и туалет. Там можно остановиться и пищу принять. Там столики в основном стоят. Ну... А кто не берет с собой в дорогу... Сухой паек для тех... Есть кафе, мотели. Такие вот более оживленные стоянки. Ну... Вот как видим, проезжая вот такие... Карманы для отдыха. Видно, что там останавливаются водители. Ну... Потянуло в сон. Тянет... Тянет спать. Что, ехать до какого-то отеля? До какой-то такой большой стоянки? Конечно, нет. Поэтому вот если тянет в сон... Видишь, ближайший карман заехал... Откинулся... Там... Набросил на глаза... Эти шоры... И это... Ну... Шоры... Это такие... Ну-ка... Не очки... А тряпочная повязка, что ли... На резинке. Я всегда беру с собой... Пользуюсь... Потому что двигаешься... Вроде бы... Потянуло в сон... Божешься со сном... Увидел место, где можно остановиться... Чтоб поспать немного... Останавливаешься... И... Чувствуешь, что сон прошел... Спать уже не хочется... Ехать дальше тоже в таком состоянии... Я бы не рекомендовал... Поэтому я надеваю вот эти шоры... Повязку на глаза... Становится темно... Моментально вырубаешься... Ну... То есть создаешь условия... Ночи, что ли... В глазах темно... Вырубился... Максимум хватает... На полчаса... Максимум... Просыпаешься... И... Как новорожденный... Такой... Хорошо отдохнувший... Двигаешься дальше... А так... Откидываешься... Солнце... В глаза... Просвечивает... Ну... В общем... Рекомендую... Вот эти вот... Повязки на глаза... Которые в самолетах... Выдают... Которые можно купить... Также... Там... Где заправляетесь... Есть... Обычно... На заправках... Вот эти магазинчики... Где можно купить... Сопутствующие товары... Там... Напитки... Какие-то... Вещи для автомобиля... Жидкости разные... Ну... И так далее... Там... Они тоже... Продаются... Они... Компактные... Места не занимают... Можно и в бардачке держать... Ну... Держать так... Чтобы... Они были... Постоянно... Под рукой... Потому что... Остановившись... Начинаешь... Искать... Вот... Сон... Прогоняешь... Сна уже нет... Вот... Поэтому... Желательно... Ну... Как... Как... Рекомендация... Что ли... Или в кармане держать... В нагрудном... Или... В бардачке... Или под козырьком... Так... Чтобы остановился... Накинул на глаза... И... Поспал немножко... Ну... Это я все говорю... Наверное... Для... Водителей-одиночек... Потому что... Когда едет семья... Когда... Дети... Там... Супруга... Например... Рядом... Или... Подруга... Вот... Тогда уже... Ситуация... Обстановка... Немножко... Другая... Там уже... Наверное... И кофе... Сделают... Ну... Кофе... Музыка... И... Вот... Попытка там... Прогнать сон... Это... На... Буквально... На... Несколько... Минут... Организм... Все равно... О себе... Напомнит... Все равно... Потребует... Короткого... Отдыха... Какого-то... Сна... Не... Не пренебрегайте этим правилом... Потянуло в сон... Остановились... Поспали... Видео... Липецк... Москва... Без... Ускорение... Можно будет посмотреть... На... Втором аккаунте... Конечно... Если будут... Желающие... Минут... Минут... Посидцик... Рассказали... Сон... Минут... 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 Вот трасса Дон. Дорожное полотно покрытие светлое, есть трассы, та же дороги темные, местами разноцветные, с красноватым оттенком, зеленоватым оттенком. Здесь оно однообразное, чем хорошо светлое покрытие. Да нет, вообще не свет, вообще покрытие это то, что ночью в свете фара резко выделяется. Белый свет отражает, четко видно разметку, полотно дороги поглощает свет и поэтому я бы посоветовал посмотреть серию после завершения Москва, Липецк, Москва. Я выложу одну серию, это в темное время суток. Это в салоне болтают попутчики. Я думаю мало интересного о чем они говорят. Главная цель показать дорогу, полотно, инфраструктуру, интенсивность движения. Вот если были бы в России все дороги от такого качества как трасса Дон, но конечно не те жуткие поборы, то можно было бы начиная там от Магадана или от Владивостока беспроблемно ехать на юг отдыхать. Хотя какой смысл ехать из Владивостока отдыхать в Сочи, когда в самом Владивостоке просто изумительные места для отдыха. Так как экзотика может быть съездить. Дорога может занять от Владивостока до Сочи. Взять например по таким расчетам по 500 километров в день. То расстояние сколько же там? Почти десять тысяч до Москвы и порядка трех или четырех тысяч. Четырнадцать тысяч километров разделить на два. То есть и поездка в одну сторону может у вас занять ну почти месяц. Месяц туда, развернулись месяц назад. Хороший отдых. Ну я говорю вот получить удовольствие например вот от такой дороги, это все равно что по загорать где-нибудь на пляже полежать, поваляться. Трасса Амур от Хабаровска. Да и трасса Уссури уже сделали. Сейчас уже трасса проходит не заходит в город, а обходит Уссурийск. Ну вот до Хабаровска в хорошем состоянии. От Хабаровска до Читы трасса Амур тоже в очень хорошем состоянии. Там правда проблема с инфраструктурой, с карманами для отдыха, с мотелями. Ну а так по одной дороге хорошая. Интенсивность движения крайне слабая. Так что один раз попробуйте, если потом не станет правилом, съездить на автомобиле с Хабаровска например. Что делать? Посмотреть видео. Еще по всей вероятности Липецк, Москва будет. Сейчас посчитаю. 16 файлов. 16 файлов. Это по 8 файлов. 80 минут. В общем еще будет две серии. Две серии по 40 минут. А затем наверное будет одна одна серия наверное движение по трассе М4 Дон в темное время. Но это уже будет в Липецкой области. В Липецкой области. То есть сумерки и темное время. То есть особенности движения в темное время. Свет встречных фар. Встречных автомобилей. Ну так чисто для чисто для справки что ли. Чтобы отправляясь знали какие условия движения в светлое время. Вот как сейчас например. И какие условия движения в темное время. Суток. Погода очень комфортная для движения. Чем ближе к Москве тем оживленнее инфраструктура. Очень хорошая разметка. Но с световой гаммой что-то нужно делать. потому что здесь вроде бы понятно все. А вот на повторю наверное в который раз на участке от Переславля-Залесского до Ярославля там дорожная разметка вводит в заблуждение. Можете наблюдать как нарушается правило дорожного движения когда водители останавливаются на обочине которая обозначена желтым цветом. Но если была бы она например красного цвета это бы уже как-то напрягало. Вот. поэтому я думаю на мой взгляд стандарты дорожной горизонтальной разметки должны быть наверное пересмотрены. И с учетом особенностей цветовой гаммы это должно быть учтено зеленый разрешает желтый предупреждает ну а красный запрещает желтый должна сочетаться со знаком остановка запрещена но кто может отследить где этот знак стоит или его ставить через каждые там 300-500 метров или же в общем для архитекторов дорог конструкторов то есть те кто отвечает за дорожную разметку нужно на мой взгляд в этом плане подумать что это это